Расширенный формат. Именно такой комплексный подход требуется в работе с юными горожанами-правонарушителями. Правда, сотрудники полиции подчеркивают, на протяжении последних шести лет в республиканской столице подростковая преступность снизилась. Более 99% несовершеннолетних впоследствии противоправные деяния не совершали. Также 23-й год отметился тем, что нашими детьми, не достигшими возраста, привлечения к уголовной ответственности также совершено меньше общественно опасных деяний на 29%. Рейды вечернее и ночное время. Проверка кафе и клубов, где после 10 вечера несовершеннолетних быть не должно, либо вход им вовсе воспрещен. Однако семь подростков все-таки были пойманы. Сейчас собственниками этих заведений полиция проводит профилактическую работу. Крупный штраф выписан и одному предпринимателю. Он продавал несовершеннолетним никотиновую продукцию. В профилактику подобных случаев идет городская сфера образования, управление культуры, молодежи и спорта. На этот год разработана объемная профильная программа. Работа проводится в самых разных формах. От обычных традиционных классных часов и профилактических бесед до разнообразных форм. Например, правовой квиз, деловая игра, просмотр кинофильмов, тематических для обсуждения и так далее. То есть формы используются самые разнообразные. Особенно активную эту работу мы проводим в период проведения так называемых месячников правовых знаний, которые мы традиционно объявляем в апреле месяце и в ноябре. В этой работе традиционно участвуют и представители всех правоохранительных органов. Реализуем социально-культурные проекты позитивной занятости семьи и детей, в том числе в рамках городского проекта «Семейный выходной». И следует отметить, в связи с тем, что 2024 год объявлен президентом Российской Федерации годом семьи. Работа в этом плане будет не только продолжена, но и усилена. Мы сейчас формируем как раз межведомственный городской план мероприятий в рамках года семьи. И, конечно, особое внимание и наше учреждение, и думаю, что коллеги все присутствующие будут уделять как раз работе с категорией «Семья» в 2024 году. В текущем году будет пересмотрен и межведомственный план. Подросткам, как и их семьям, специалисты предлагают продуктивный досуг. С более пристальным вниманием к организации продуктивной досуговой занятости ребят. Активно будем привлекать семьи, где воспитываются дети от 14 лет, к участию в мероприятиях по Пушкинской карте. Тем более, что такую возможность предоставляют очень много учреждений культуры, для того, чтобы через такие мероприятия развивать и патриотизм, и нравственность. В Хакасии по итогам 2023 года городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав признана самой эффективной. Отметим, в ее состав входят специалисты разных сфер – правовой, медицинской, культурно-массовой, поскольку семья и детство – приоритетные направления в работе администрации Абакана. Константин Аникин, Александр Кожевников, Новости. Константин Аникин, Александр Кожевников, Новости.